Добрый вечер. Сегодняшние наши герои – это немецкий живописец Нео Раух, родом из Восточной Германии, и аргентинский скульптор Адриан Веллер-Рохес. Это два художника, которые, наверное, сегодня ответственны за большой стиль, за большое повествование, за монументальное искусство. Художники очень успешные, успешные немножко по-разному, потому что Раух – художник, один из самых рыночных, коммерческих, в том числе успешных, современных живописцев. Вильяр-Рохес, несмотря на свой достаточно молодой возраст, ему 35 лет, стал за последние меньше, чем 10 лет. Участником, по-моему, всех биенналей, которые проходили, самых значительных биенналей, которые проходят в мире. Он был открытием в Венецианской биеннале 2011 года, он участвовал в документе. Он создал, наверное, самое впечатляющее произведение последней Стамбульской биеннале, ну и так далее, так далее, и так далее. Оба, почему мне их захотелось объединить? Потому что оба, они, собственно говоря, исследуют вот эту возможность монументального большого стиля. Большой стиль, который связан, казалось бы, с такой классической традицией, как большая фигуративная картина и большая монументальная скульптура, и пополотно не у Рауха, и в основном скульптуры или инсталляции Вильяр-Рохеса поражают своими действительно циклопическими масштабами. Вот мы это увидим, когда будем смотреть слайды. И поражают еще таким, как бы, немножко забытым, вроде бы, почти, как кажется, забытым на протяжении XX века свойством. Это работы, это истории, как полагается в большой фигуративной картине и большой монументальной скульптуре, это истории нарративные. Это истории, которые предполагают некая не только визуальность, не только фигуративное искусство, но предполагают некую наррацию, некое повествование. Повествование, которое, вернее, обещают это повествование, обещают этот рассказ, обещают эту историю. И с этим обещанием истории довольно, я бы сказала, странно поступают, да, это достаточно странное исследование самой возможности этого повествования, самой возможности этого рассказа. И именно этим исследованием возможности рассказа они занимаются. Естественно, как бы и Рауха, и Вильяр-Рохес, это художники нашего времени, наших дней, это художники, которых можно так или иначе назвать художниками постмодернистского времени. И если говорить о многочисленных определениях постмодернизма, то я бы хотела вспомнить, сослаться на одну из самых популярных, это концепция французского художника, философа Жанна Франсуа Леотара, который говорил о том, что постмодернизм – это окончание большого рассказа, окончание истории, окончание большой наррации, окончание того повествования, в которое все мы можем быть вписаны, окончание некой цельной истории. Большой истории больше нет, как нет большой единой истории искусства, как нет большой единой истории мира, что все это дробится на множество маленьких историй, противоречащих друг другу, необязательно совпадающих друг другу, параллельных сюжетов, параллельных рассказов, параллельных миров, И эта тема параллельных миров и для Рауха, и для Велерохаса будет очень важна. И, соответственно, что такое, возможно ли вот это самое монументальное искусство сегодня, большой стиль, в отсутствие большого рассказа, вот это самое повествовательное, фигуративное, нарративное искусство, которым занимается Раух, которым занимается Велерохас, занимается очень успешно, потому что, видимо, все-таки у публики есть потребность в этом, чтобы картина рассказывала историю, чтобы скульптура была фигуративной, чтобы тебе предложили этот рассказ, чтобы тебе восполнили это отсутствие большого рассказа. И оба этих художника исследуют, возможно ли этот большой рассказ, или возможно только его имитация, или он возможен только как нечто химерическое. И вот это понятие, как бы слово химера, мне кажется, это то, что достаточно точно описывает и точно, но мне нравится через это слово описывать и то, чем занимается не у Рауха, и то, чем занимается Велерохас. Достаточно буквально, да, потому что, как мы увидим, у Велерохас, ну, собственно, и Рауха, вот эти самые химеры, мифологическое существо, да, составленное из частей разных существ, да, у классической химеры, по-моему, было тело льва, змея вместо хвоста, там, туловище козы, ну, вот какие-то там, действительно, ну, то, что такое химера. Вот, и мы увидим, что эти химеры, эти химерические существа действительно будут присутствовать, буквально будут присутствовать и в картинах Рауха, и в скульптурах Рохаса. Вот, но помимо этого, собственно говоря, химерой оказывается любое большое повествование, которое, на поверку, оказывается составленным из элементов разных историй, которые никак не хотят стыковаться. Химерой оказывается само произведение искусства, как химерой оказывается картины Рауха, в которых присутствуют сюжеты различных исторических полотен, да, различных нарративов, различных стилей. Как буквально химерами оказываются скульптуры Рохаса, составленные из разнородных элементов. И вот это самое, как бы, химеру большого стиля, химеру повествования, химеру рассказа, большой наррации, это то, что преследуют оба эти художника. Ну, первый наш герой не Урал, как я уже говорила, он немец из Восточной Германии, и это ГДРовское прошлое для него всегда будет для него, а даже в основном для его критиков и интерпретаторов всегда остается чем-то очень значимым. У него достаточно печальная, как бы, изначальная история, его родители погибли в железнодорожной катастрофе, когда ему было всего, там, месяц, да, от рождения, то есть он, как бы, никогда не знал своих родителей, его обоймам было 20 лет, его отец был художником, и вырос он в результате в маленьком, в совсем маленьком местечке с бабушкой, абсолютно отрезанном от каких-либо влияний внешних, и считается, что, да, это, как бы, ситуация, при которой он должен был исключительно жить богатым внутренним миром и придумыванием вот этого воображаемого мира. Вот, учился он в Лейпциге, получил он там художественное образование, потому что для него, как бы, сразу было понятно, что он там ничем, кроме как художником быть, не хочет и не может. В Лейпциге ГДРовском, в достаточно знаменитой там художественной школе, которая была, естественно, занималась более-менее официальным искусством, да, но официальным искусством достаточно либерального толку, да, ну, аналогично, может быть, даже не российскому левому мозгу, это была, естественно, фигуративная живопись, но живопись, в которой был возможен весь допустимый тогда модернизм. Это не был такой вот кондовый социалистический реализм в советском понимании, то есть такое либеральное социалистическое искусство, и сам этот Лейпциг, наверное, начало, середина 80-х годов, который был городом со своим андеграундом художественным, со своими, как бы, как, видимо, похожими на то, что происходило в то же время в Москве или в Питере, там, квартирными выставками, квартирными концертами, самуздатом, то есть такой достаточно богатой именно андеграундной художественной жизнью, и в которой Раух, как бы, естественно, знал о ней, да, но для своих однокурсников, для своих соучеников он оставался достаточно консервативным персонажем, потому что, ну, вот в совсем ранних его работах он, как бы, пытался сделать то, что полагалось делать бунтующему, желающему попасть в андеграунд, протестующему против официального искусства художника, он пытался исследовать абстракцию, но достаточно быстро от этого отказался, именно то, что в чем его, может быть, упрекали его соученики, почему он считался консерватором, потому что он единственный, кто не занимался абстракцией, в результате занимался той фигуративной живописью, которой его учили, и ни разу не пытался выйти в какие-то другие сферы искусства, да, он не пытался заниматься инсталляцией, или перформансом, тоже тем, чем, видимо, занимались его сверстники, такого андеграундного толка, человек занимался сразу живописью, занимался достаточно, как бы, естественно, как любой человек, выросший за железным занавесом, который там тоже был, он имел достаточно отрывочное представление о том, каким, какой является, чем является современная живопись, помимо того, чему его учили, и там, например, среди этих отрывочных вспоминаний был какой-то, там была книжка, был альбом «Дали», который он в 12 лет видел, потому что он был где-то на полке, книжной полке, оставшейся от его родителей, была выставка Фрэнсиса Бэкона, которую он посмотрел в 87-м году, это было до падения Берлинской стены, которую он посмотрел в Москве, потому что он раньше попал в Москву, чем в Западную Европу, действительно, была эта огромная, роскошная выставка в Центральном Доне художников в Москве, в Европу, там, за пределы соцлагеря, он первый раз попадает в 90-м году, он попадает в Италию и впервые видит живьем итальянский протор-ренессанс Джотто, который для него тоже очень важен, и также фрагментарно он узнает западную массовую культуру, поскольку его достаточно часто ассоциируют с поп-артом, это довольно странное представление, каким может быть поп-арт в отсутствии поп-культуры, или с таким совершенно другим представлением о том, чем могла быть поп-культура в социалистическом мире. И его ранние картины – это исследование модернизма, каким он может быть, но модернизм он намерен на хроничного, когда все рисуют абстракцию, он занимается фигуративной живописью, в которой есть некие оккультные мотивы, в которой есть некая тайна, в которой есть уже сейчас проявляющееся ощущение, что это элементы других изображений, что это почти коллаж, в котором это составлено, и в котором есть некое крещение, в котором есть некое метафизическое или мистическое начало. Но такой более-менее узнаваемый свой стиль, первый свой стиль, в котором он работает, он находит в середине 90-х годов. Это вот такие вот работы, исследующие архитектурные ландшафты, архитектуру, подчеркнуто модернистскую, подчеркнуто современную, архитектуру, в которой можно увидеть. И такой очень суховатый стиль, напоминающий одновременно и поп-арт, как считывали его, как считывали Раухов с 90-х годов, он уже в 90-е годы начинает выставляться во всем мире, становится знаменитым художником, достаточно известным художником. И тоже то, что в нем считывали, это отсылки по парту не к комиксам, не к массовой культуре, а к таким научно-популярным изданиям, учебникам по архитектуре. Это все время не столько рисунок, не столько некая живопись, не столько отсылка к некому изображению, столько отсылка к неким таблицам информации, иллюстрациям из учебников, плакатам. Причем не столько пропагате, сколько именно каким-то таким образовательным, просветительским, популяризаторским материалом. И вот это вот постоянно... То есть первое, с чем он начинает работать, это вот эта самая модернистская архитектура, которая может ассоциироваться и с историческим авангардом, с наследием Баухауза, и может ассоциироваться с тем, что от этого наследия авангарда выжило именно в социалистическом мире. Вот та самая социалистический модернизм архитектурный, послевоенный, который с таким интересом в последнее время начинают исследовать. Потому что, может быть, единственное, что от модернистского, от авангардного именно пафоса сохранилось в странах соцлагеря, это какие-то элементы именно архитектуры и дизайна, что при очень консервативной, например, живописи могла быть вполне себе модернистская архитектура, архитектура, которая в послевоенное время, в 60-е, в 50-е сохраняет вот этот самый утопический пафос, и вот эту как бы утопию, огромное пространство, некие там летные поля, утопию прогресса и модернизма, который выжил в социалистическом лагере, он исследует. Но при этом это пространство, которое одновременно кажется все-таки уже опустевшими, запущенными, это некое будущее, которое уже наступило и стало прошлым. Вот это некая обещанная утопия, которая уже начинает постепенно приходить в запустение, как этот самый, становиться опустошенный. И это мир, в котором остаются вот эти самые, там это такие тут работы с надписями, которые здесь не столько комиксные, сколько информационные, рекламные или плакатные. И в ранних его работах это мир, в общем-то, безлюдный, это мир, в котором нету людей, в котором то, что могло бы быть обращением, это обращение абсолютно нечитаемое, и никому не обращенное, поэтому в этих комиксных облачках там какие-то крайне загадочные, анигматичные изображения вместо понятных слов, которые могли бы объяснить все это. И в его работах есть такое очень странное ощущение одновременно наглядности, которая должна быть в иллюстрациях к учебнику или в архитектурном, черсеже в архитектурном проекте, и абсолютной загадочности этого всего, что это наглядность, которая ничего при этом не объясняет, которая приводит нас в еще большее замешательство, приводит нас в еще больший тупик. И в то же время там постепенно начинают появляться персонажи, тоже обживающие этот модернистский мир, персонажи, которые сразу, как только они появляются, сбивают масштаб происходящего, сбивают масштаб этой картинки, выясняется, что этот мир все время немножко не самоштабен, все время как бы немножко в некой расфазе с человеческими фигурами, которые его населяют, фигуры, которые, опять-таки, чаще всего ассоциируются с персонажами соцреализма, потому что это фигуры, которые заняты труженики, всевозможные труженики, рабочие инженеры, строители, ученые, вот те самые персонажи, которые были на советских плакатах, которые, скорее всего, были на ГДРовских плакатах. Но эти труженики, которые по-прежнему занимаются какой-то бурной деятельностью, но смысл этой деятельности абсолютно ускользает. Вот что здесь происходит, да? Здесь есть какая-то, здесь есть стройка, здесь есть какое-то непонятное, непонятное, явно имеющее какое-то назначение сооружение, электростанция. Есть люди, которые занимаются какой-то деятельностью, но цель этой деятельности, ее природа абсолютно ускользает от зрителя. И одновременно присутствие этой бурной деятельности, абсолютная загадочность природы этой деятельности, что должно произойти, чем они занимаются, какие персонажи оказываются рядом с этими рабочими, какие-то вполне себе очередные труженики. И очень странное вот это вот сфинксоподобное существо, которое потом будет повторяться в разных, который один из постоянных персонажей рауховских картин, который там будет время от времени у него появляться, у него там выясняется, будет там выясняться, или вернее еще больше делаться, еще более загадочной его природой назначения. Ну вот как бы вся эта бурная деятельность с каким-то замечательным отрешенными выражениями лиц, поэтому это действительно то, что может быть он, как считается, то, что он позаимствовал у Джота, вот это абсолютно отрешенное выражение лиц всех персонажей евангельских сцен прото-ренессанса. И при этом это еще, конечно, та отрешенность, которая существует в сюрреализме, потому что, естественно, то, с чем рауха чаще всего сравнивают, это сюрреализм, это такая вот современная версия сюрреализма, и поэтому один из персонажей на этой картине, в общем-то, достаточно очевидно заимствован с одного из ранних полотен Балтюса. И вообще, чем дольше всматриваешься в эти картинки, тем больше, оказывается, цитат там обнаруживаешь. Это картина Химеры, это полотно Химеры, композиция Химеры, которая составлена из самых разных элементов, которые можно узнавать, можно не узнавать, это может быть ложное узнавание, похоже на цитату. Откуда-то, но этой цитаты нет, а первоисточника. Там появилась деятельность человека, людей, которые клонированы, которые расставляют эти знаки. Какие-то удивительные ощущения прогресса и некого строительства, возведения чего-то нового, тоже абсолютно сбивающиеся, со сбитыми масштабами, с загадочностью этого происходящего, с почему-то удвоенными этими самыми аэропортными, по-моему, вышками диспетчерскими, в отсутствие аэропорта, с каким-то смещениями масштаба, с ощущением, с впадением в научно-фантастическую историю, где есть какой-то, на самом деле, судя по всему голему, которого изъяли плату, вместо того, чтобы вынуть слово, которое заставляет его двигаться, и вот этот самый голем-робот, научно-фантастический голем, у него повторяется тоже в разных его полотнах, опять-таки в антураже вот этого самого соцреалистической истории про инженеров и продвинутых технарей, строящих светлое будущее, строящих прогресс, поэтому с такой вот угрожающей, огромной фигурой, со странным представлением, опять-таки с представлением о героике и героическим жестом, который здесь меняется, и вот эти самые странные персонажи, которые могли бы быть, не знаю, героическими физкультурниками, которые тут тоже такими, которые здесь занимаются то ли дракой, то ли поединком, то ли каким-то рыцарским турниром, опять-таки вот это, что любое действие абсолютно не имеет никакого финала, не имеет никакой понятной причины, не имеет никакого назначения, и что как бы, что мы не ой, что инструмент, что все персонажи немного, как бы, что им дали другие предметы в руки внезапно, чем те, с которыми они привыкли работать этим фигурам, что у этого человека в руке, это гитара, это какой-то отбойный молоток, что как бы, и что они все немножко как бы застыли в этой ситуации, когда они привыкли действовать, они запрограммированы на некое действие, на некую деятельность, но они обнаруживают себя в пространстве и в оснастке, в которой они позволяют им эту деятельность делать, эти привычные действия производить, но тем не менее, они продолжают их делать, играть музыку. И одно, как бы, что все они немножко, вот эта работа, которая немножко показывает, как это сделано, что все эти персонажи как бы вырезаны из другой картинки и вставлены в другое обстоятельство, в другие обстоятельства, что, собственно говоря, природа этих работ, это природа коллажа, это природа, и, может быть, один из самых близких художников, для Рауха художников, если говорить о сюрреализме, о котором в связи с Раухом всегда, естественно, очевидным образом упоминают, потому что, собственно говоря, вся фигуративная и тем более повествовательная живопись с второй четверти XX века, она все равно как бы вся контаминирована сюрреализмом, что не может быть, что как бы сюрреалисты были первыми, кто вернулся к фигуративному искусству после абстракции, и любое искусство после этого, любая фигуративность всегда будет как бы подозрительно сюрреалистической, всегда будет немножко контаминирована этим сюрреализмом, и работа Рауха достаточно очевидный пример вот такой контаминированности сюрреализмом, но если говорить о той версии сюрреализма, которая ближе всего Рауху, это, собственно, не о тех истоках, это истоки сюрреализма именно немецкие, это не Декирика, а это немецкий художник Макс Эрт, который достаточно рано, который уехал в 20-е годы, накануне появления сюрреализма, как переехал в Париж, и, собственно, считается, что именно Эрст познакомил Бретона с трудами Фрейда, потому что Бретон не очень читал на немецком, а Эрст как раз, собственно говоря, читал, и Эрст, который ввел в сюрреалистическую практику, в сюрреализм практику коллажа, вот эти замечательные коллажи, составленные из вырезок, из иллюстрации старинных книг, научно-популярных в том числе, или женских романов, которые превращаются в какие-то абсолютно другие истории. Вот такого же рода коллажем, наверное, занимается Рауха, а его связи с Макс Мерстом достаточно часто говорили, тем более, что у Рауха была выставка в музее Макс Эрнста в Германии, после которой этот параллель, почему же, трудно было не заметить. И кто у него еще там среди всех этих возможных деятели, которые занимаются, представители прогресса, прогрессивных трусников? Кто у него еще все время появляется, какой еще? У него все время присутствует художник, у него все время присутствует худший человек, который пытается заниматься искусством, с мольбертом, с краской. Но, опять-таки, занятие искусством в этом мире, при том, что эту фигуру художника это занятие искусством все время будет настойчиво возвращаться, оно тоже очень проблематично, Потому что этот мольберт ударяет что-то вроде молнии, этот художник уходит с прибором, который напоминает миноискатель, но при этом это называется видоискатель, если гугл-переводчик ничего не путает, в чем я не уверена. И, собственно говоря, некое размышление о том, чем занимается художник и что он делает в этом мире, в котором довольно сложно заниматься искусством, потому что все равно этот мир уже каких-то нарисованных персонажей, уже заимствование из других картин, вот что в этом нарисованном мире делать художник. Вот такая замечательная, очень загадочная история, которая называется выбор, где тоже действия происходят. И все время это непонятно, это мастерская художника, это какая-то фабрика, это какая-то лаборатория, довольно часть лаборатория. И сам этот персонаж, это двуголовое существо, которое с черной головой, которую он все время рисует, и с более-менее человеческой головой. И это тот самый выбор между фигуративным и абстрактным искусством вполне возможно, который перед Раухом стоял в его юности, и который у него будет повторяться, да, вот эта черная голова там все время, и который у него будет повторяться как сама по себе дискуссия о том, возможно ли заниматься в современном мире современным искусством. Возможно ли заниматься, по-прежнему заниматься модернистским искусством в постмодернистском мире, поэтому там в 99-м году обучение называется картина, где удивительным образом как раз вот там все это современное искусство присутствует. Вот там полочки Дональда Джада, чтобы уже понятно было там какое-то черное монохромное полотно, которое, то есть оно явно не черный квадрат, но в общем какая-то отсылка к абстракции, к той самой абстракции, которой он не стал заниматься вопреки тому, что ему учили, чему ему учили. Вот, но само это обучение происходит, это какой-то сеанс гипноза, это странная фигура сомнамбулического ученика, который погружен в сон, это эти странные учителя, которые похожи опять-таки на вот этих самых передовых инженеров, тружеников и школьных учителей, социалистических плакатов. И как бы что весь этот процесс напоминает, наверное, не столько обучение, сколько какое-то там создание Франкенштейна, которого нужно пробудить к жизни, да, вот как вот это все это научно-фантастическую историю, которая там все время присутствует. Я, как бы, сам Раух не дает объяснений сюжетам своих работ, это абсолютно, это для него как бы принципиально абсолютно, что это работа, которая не имеет ключей, он называет свои работы неудавшимися аллегориями, да, аллегории, у которых нет ключа, у которых очень много элементов, которые, как бы, уже, значит, забыли, что именно они должны символизировать. И опять-таки ссылаясь на писателей, на художников сюрреалистического толка, на того же Макса Энстона, на Сальваторо Дали, на Бунюэля, на Кавку, на Дэвида Линча, там, ну вот на весь пантеон как бы сюрреалистических повествователей самых разных, самых разных жанров, говорят, что самое главное в такого рода повествовании, это сделать так, чтобы, это избежать возможности простых интерпретаций, это так, чтобы сделать произведение, которое не имеет прочтения, сделать некую загадку, которой нету однозначной разгадки, тем не менее, придумывать разгадки, придумывать сюжеты, да, поверх его, кажется, очень интересно, поэтому я пытаюсь это делать, ни в коем случае не говоря, что это единственное возможное прочтение, ни в коем случае не прочтение, которое предлагает художник, это то, что из этих элементов можно попытаться вычитать. Вот еще один замечательный сюжет о таком персонаже, тоже каком-то големе, который сбегает из художественной мастерской, вот это существо, напоминающее манекены де Кирика, напоминающее баухаузовские фигуры, шлемеровские, с сине-красной-желтой краской, вот этими красками мандриана, красками модернизма, который куда-то бежит, за которым, опять-таки, его пытается преследовать, вот такой же сомномбулический, не совсем оживший человек с саблей в руке. То есть, какая-то идет очень сложная история про, собственно говоря, природу живописи, вот здесь там как бы про природу искусства, такая абстракция, которая тоже превращается в битву, в поле битвы, абсолютно фигуративное, при этом достаточно помпезное полотно, где это разливание краски превращается в кормление птиц, и, опять-таки, эти битвы за абстракцию, это то, о чем Рауха вспоминает очень иронично, это то, что происходило во времена, может быть, его юности, и то, что уже тогда, в 80-е годы, было по его определению достоянием воскресных художников, что в конце 80-х годов обсуждать, что правильно, абстракция или фигуративное искусство, было настолько анахронично, что этим занимались художники, которые выставляются по воскресеньям на уличных вернисажах в парках, что это уже там уровень живописцев из перехода ЦДХ, вот эти дискуссии, и при этом эта битва все еще ведется, при этом это вот то самое запаздывание, тот анахронизм, то запаздывание, с которым, наверное, сталкивался, он сталкивался как художник, выросший за железным занавесом, как художник, выросший в соцлагере, это не то, что это не абсолютный консерватизм его учителей, это то, что, наоборот, скорее, учителя, у которых он учился, были достаточно прогрессивными, достаточно модернистскими, но это очень запоздавший модернизм, это модернизм, и вот именно это запаздывание модернизма, это та ситуация, с которой Раух работает, анахроничность, как бы заведомая анахроничность не только прошлого, но и современности, современность доходит, приходит к нему с запаздыванием, современность, пока она доходит до этого самого социалистического мира, успевает устареть, это некое устаревшее будущее, это некий устаревший прогресс, с которым, с этим устареванием прогресса, он работает, когда сама по себе вот эта битва за абстракцию оказывается сюжетом намеренно анахроничного псевдоакадемического полотна, да, в, собственно говоря, сюрреалистический период у него, такой очевидный сюрреалистический период у него начинается в 2000-е годы, когда он все, как бы, сюжеты именно сюрреализма и такой сюрреалистической поп-культуры отыгрывает вот с этой самой огромным чудовищем, которое у него появляется, которое у него повторяется много раз, вот это вот, опять возникает этот самый сфинкс, у него появляется имя, называется это существо, опять-таки, если все правильно сообщает гугл-переводчик с немецкого, называется он пастух, пастырь, и пастырь, это очень хорошее, опять-таки, перекликается с одним из достаточно загадочных определений, которое Раух дает профессии художника, когда он говорит, что чем занимается живописец, живописец это пастух образов, он не дает им, он пытается собрать их в загоне полотна, не дает им разбежаться в то время, как они все время, и вот это вот то, что живописец занимается, пасет самые разные образы, самые разные картинки, которые оказались в загоне его полотна, довольно хорошие, которые он не создает, да, которые сами по себе существуют в искусстве, которые ему нужно сбить в стадо, которые ему нужно как-то провести. Это довольно хорошее, как бы, вот, где появляются, вот, вот этот персонаж опять появляется, который появляется в виде уже человека, да, в картине, которую называют конспирацией, появляется еще один, как бы, появляется вот еще один такой, как бы, вариант этой самой химеры, да, собственно, которая у него, вот такая вот скульптура, которая была, кстати, на московской биеннале четвертой, да, вот такой вот, да, странный, как бы, химерический и поджигатель, и бюрократ, и кентавр, и все одновременно очень, как бы, как бы, явно очень фрустрированный, да, тем, что он не знает, что ему делать с собой, какой деятельностью ему заниматься, да, вот, вообще замечательное существо, одна из очень редких, кстати, у Рауха скульптур, и, как бы, то, что приходит на смену вот этой истории про такой еще, как бы, уставшему футуризму, да, вот, уставшему, уставшему социалистическому модерну, такая откровенная сказочность, да, куда мы проваливаемся через эту, как, через эту самую, как бы, разваливающуюся современность, да, одрехлевший модернизм, исчерпавший себя прогресс, мы проваливаемся в сказке, да, в такую архаику, и появляются вот эти, действительно, сказочные персонажи, очевидно, вот эту природу, природная, хтоническая и сказочная, с такой явной галлюцинаторностью, да, вот с этими самыми мухоморами, с какими-то вот с такими, абсолютно таким вот странным, уже совершенно сказочно-психоделическим пространством, в котором все возможно, в котором начинает рушиться, рушиться и слоиться пространство, и, опять-таки, появляется очень, как бы, абсолютно, да, меняется оптика, если его ранние, как бы, работы 90-х годов были плоскостными и работали принципиально с этой модернистской архитектурой, здесь появляется объем, как бы, появляется пространство, и появляется намеренно архаическая архитектура, да, Каримский ордер, почему-то у этой самой избушки Каримские колонны, да, то есть это некий, как бы, разрыв во времени, это некий провал в историцизм, появляется игра с масштабами, да, которая всегда была одним из сюрреалистических приемов вот этой сказочности, и появляется намеренно архаизированная манера изображения и какой-то явный провал в другое время, и еще более странной становится деятельность, которой занимаются вот эти самые, тоже явно какие-то прекрасные тут труженики, да, чем они на самом деле занимаются, они размораживают мандрагору, они размораживают абсолютно вот это сказочное существо, и, как бы, здесь тоже возникает этот лед, да, возникает, может быть, этот сюжет с льдом, что что-то разморозилось, да, что-то оттаяло, да, как нечто в фильме, оно здесь достаточно работает, потому что что оттаивает, что появляется, появляется историзм, да, это в 2000-е годы, там где-то, знаете, с начала 2000-х годов работают сюжеты Рауха, то пространство, с которым он работает, там абсолютно начинает исчезать вот это вот такая шестидесятническая, советская, прогрессивная, модернизм, и все это начинает проваливаться в XIX век, абсолютно анахроничный XIX век с персонажами этого XIX века, опять-таки занятыми деятельностью, опять-таки занятыми, где творец, который творит мирно, творит его как ученый в лаборатории, но сама эта идея там прогресса некой деятельности, некой научной деятельности абсолютно, типа, терпит поражение в это что-то вроде телевизионной студии, да, с этим шоу знатоков вопросов и ответов, где за этим модернистским окном, да, за этим модернистским интерьером вечное старое немецкое, немецкий город средневековый, и персонаж, которого не собирается, не выходит этот научный эксперимент, он не может найти на него ответы в таком абсолютно с этой несобранной головоломке, с этим невозможностью вот этого прогрессивного научного мышления и этих самых прогрессивных персонажей, которые фотографов, да, которые все больше носители, носители современности, носители духа нового времени, да, 19 века, которые все больше и больше оказываются в каком-то все более и более странном мире, да, и вот даже вот такой вот вполне современный персонаж явно оказывается вовлечен в какие-то алхимические процессы, да, связанные с Меркурием, с Ртутью, и как бы здесь же он опять повторяется в какой-то еще более этой самой алхимической ситуации, вот, и как бы мир начинает меняться, это все как бы все более и более проваливается в 19 век, за витриной вроде бы современного магазина, в этой витрине лежат отрезанные головы, судя по всему, здесь разверзается золотая жила какая-то, а возникает из этого разверзшегося пространства, возникают персонажи, восстают персонажи 19 века, да, то есть это все проваливается все дальше, дальше и дальше в историю, в историю, которая, где ее персонажи действительно как призраки из-под земли возникают, и именно это проваливание в историю дает, Это связано с глубиной, с появлением глубины пространства, с появлением объемности пространства, пространство плоское, поверхностное, спокойное. Вот этого модернизма разваливается, и через эти трещины начинает восставать вся история в произвольном порядке, начинает восставать все времена и все эпохи. Это действительно такие разломы во времени, разломы в повествовании с цитатами сериализма, поэтому здесь достаточно отчетливо Магрит в какой-то момент аукается, достаточно отчетливо аукается тот же самый Макс Эрнст, просто такими очевидными, все-таки считываемыми цитатами. И возникают самые разные химеры, возникает вот эта огромная птица со змеиным хвостом, которая тоже вполне себе Макс Эрнстовский персонаж, возникает синий слон, персонажи начинают мутировать в какие-то химерические существа, и начинает, и как бы абсолютно начинает меняться пространство, в котором начинает все больше и больше возникать вот этот самый XIX век. Оно начинает, XIX век, начало этого самого, начало современности, начало этого прогрессивного мира, века там, не знаю, где все реалии смешались, да, где есть кеды, да, эти опознаваемые героини. Герой вполне возможно держит ноутбук, да, в руках, а может быть и нет, да, но при этом это как бы никакого времени, никакого времени больше нету, никакой современности больше не существует. И там происходит это как бы абсолютное смешение, являются ангелы, начинается какая-то невероятная мистицизм, начинается ощущение большого события, как катастрофы, даже такой как бы, где попытка бегства неудавшаяся. Вся эта модернистская архитектура, да, теряется где-то в лесах, еще там где-то оставаясь, абсолютно уходит, как фантомы. Видно, как эта современность, да, буквально превращается в руины, буквально мутирует, обрушивается, да, мир обрушивается. Поезд, да, дом, превращающийся в поезд или поезд, который замирает, поезд, который был на одной из ранних работ, который замирает в виде вот этого самого деревенского дома. И действительно, это одна из картин, где буквально видно, как меняется пространство, порождает двойников, порождает деформированные существа. И в этом мире, в этом абсолютном мире, где все возможно, начинает происходить, собственно, попытка большого рассказа, попытка большой истории. О чем это рассказывает? О восстаниях, о бунтах, там возникают о каких-то заговорах. Это то, что пытается показать вот этот большой, великий исторический момент. При том, что сам, как бы, Рау говорит, что он принципиально художник, не работающий с современностью, что для него слово «дух времени» звучит как артиллерийский, как залп, как ружейный залп во время казни, и что он работает не с болью современности, а с фантомными болями архетипических ран. И вот это самое, как бы, фантомные боли – это очень хорошее определение, потому что вроде бы здесь происходит вот что-то героически-историческое, горящие знамена, да, вот какой-то великий исторический, переломный исторический момент, героический момент. Но мы не знаем, что, как бы, ну, это абсолютно, это некая история, которая остается без разгадки, которая абсолютно, это некий архетип всех историй вообще, да, где есть все позы героизма, где есть вулкан, где есть, там, заговорщики, где есть ожидания варваров. Но, как бы, никакая история здесь, где какие-то пытки есть, да, вот то, что достаточно, все то, что ему может быть героического, жестокого, болезненного в исторической живописи, но все невозможно, да, револьт, бунт не состоялся, слова недавние, единственные, кто могут, пытаются сложить эти слова, да, еще эту революцию, это дети, которые играют в эти буквы, остальные все там уже, как бы, проваливаются обратно. И это постоянное столкновение двух миров, может быть, единственное, как бы, Раух очень, на самом деле, отрицает то, что он делает, это, естественно, конец большого рассказа, конец большого рассказа, который был для него, да, для людей его поколения, был в том числе еще крушением социализма, крушением вот этого деления мира на две системы, крушением возможности вот этой самой идеи, альтернативы, конечно, для него это было огромной радостью, что этот социализм прекратил существование, и что берлинская стена рухнула, ну, как бы, и поэтому, естественно, великое искушение связать тот хаос, который, ту историю, которая ничем не кончается, то есть огромные исторические события, исторический героизм, да, который с этими людьми, со знаменами, да, с какими-то казнями, там, и так далее, которые у него появляются, с этим ощущением, что история ничем не кончилась, что история развалилась, сам художник об этом говорит, что он никогда не считал вот это столкновение двух систем, да, катаклизм этих, крушение этой двух систем своим главным сюжетом, но, может быть, это единственная картина, где вполне отчетливо есть стена, да, которая разделяет эти два мира, и где вокруг этого разделения, вообще он любит эту композицию с разделением, да, полотна, где это присутствует, где это все-таки достаточно можно считать при желании, хотя, собственно говоря, идея Раха в том, чтобы ничего не надо было там считывать, что это какое-то, что это действительно вот этот пастух образов, которые в этом стадии непонятно, непонятно, кто оказался, непонятно, из всех как бы вышлись уже, как бы, что это, это какая-то, это масленица, да, это какая-то игра, это солдаты ироды, да, которые казнят всех, почему у них отрезанная голова в руках, поэтому они там здесь как бы... Это очень интересно пытаться придумать эти сюжеты. При этом это сюжеты, которые строятся по театральному принципу. Это еще одна удивительная вещь, которая есть у Рауха, и которая его отличает, наверное, от очень многих, почти от всех художников, которые занимаются фигуративной, даже такого сюрреалистического толка живописи. Сегодня вот от Бойманса, да, от Бороманса, о котором мы говорили на прошлой лекции, что Раха – это, может быть, единственный фигуративный художник, который не строит свои картины по кинематографическим законам, там нету фильма, там есть театр вместо фильма, там есть, как бы, там есть замкнутость этой ситуации, вот эта театральная сцена, в которой есть некая клаустрофобичность, потому что ничего не продолжается за ее пределами. И вот этот театр здесь достаточно отчетливо появляется, причем театр, в котором еще на этих персонажей, которые выступают на сцене на фоне занавеса, наставлены, как камеры, наставлены мольберты, наставлены холсты, ну, как мне кажется, что это тоже какое-то очень… И опять-таки в этом самом крушащемся, удивительном мире все равно есть чем заняться художником. Художники здесь по-прежнему присутствуют. Здесь есть холсты, здесь есть мастерская художника, здесь тоже есть мастерская художника. И мир, который рушится, в котором какие-то остатки картин, которые мы видим, остатки клочки, полотен, которые как-то засеивается этот мир. Да, я опять-таки говорю, что и замечательная фигура вот в этой картине, замечательный этот живописец, уже практически в мизансцене немецкого романтизма, который зарисовывает крушащийся мир, но в какой позе он сидит, откуда, как мне кажется, эта фигура заимствована. Это Иоанн Богослов, записывающий свое видение в апокалипсисе. Это все фигуры из очень... Вот этот апокалипсис, который он пытается зарисовать абсолютно, невозмутимо среди всего. И художник, который тоже постоянно у Рауха возвращается, такой стилизованный автопортрет. Художник, который здесь привязан к ящику краски, каким-то странным образом, на котором он пытается перемещаться. Художник, который выглядит как носитель прогресса, как вот этот самый человек современного, нового времени, как изобретатель, как герой из Жюль Верна. И который абсолютно застрял в абсурдности собственных изобретений. Художник, который оказывается спящим. Вот эта постоянно присутствующая у Рауха композиция, фигуры, которые буквально... Спящие фигуры, которые буквально отбрасываются вглубь холста, проваливаются вглубь холста за счет смены масштаба, как проваливаются в сон. И сам Раух достаточно четко проговаривает вот эту самую сериалистическую идею, что его произведение, что живопись – это продолжение сновидения другими способами, что образы, как бы прообраз картины является ему в момент перед засыпанием, что это, собственно, его живопись возникает с таких предшествующих сновидениям гипногогических видений. То есть абсолютно вот эту всю, там, совершенно сюрреалистическую по формату, по смыслу истории, где вот этот спящий художник, персонажа, который бунтует, там, как бы, вот это самое интервью, которое оказывается с чем-то вроде спиритического сеанса, тоже совершенно, как бы, с человеком, который, скорее, пребывает в состоянии транса медиомнического. И вот с этим постоянно, вот этим улетанием в глубину холста, как проваливанием сновидения, который у него постоянно, вот это постоянно этот сюжет присутствует, где в одной из картин появляется Минотавр, Минотавр, который у нас не только, вот это такое античное чудовище, которое живет в лабиринте, а Минотавр, который символ, один из символов сюрреализма, да, это сюрреализм, один из самых популярных, знаменитых сюрреалистических журналов назывался Минотавр. Вот этот, как бы, Минотавр, как воплощение сюрреализма вполне себе здесь присутствует. Вот возникает эта пара, да, которая оказывается паранойей вот этим тоже состоянием, экспериментального безумия, в котором надлежит пребывать художнику, возникает смешение, что такое пространство, да, мастерская, сад скульптора, что там происходит, да, кого-то куда-то тащат, да, такое место из триллера, место из фильма ужасов, которым оказываются эти занятия искусством, и, собственно, рефлексия по поводу того, что такое художник в этом мире. Один раз Раух пробует себя представить не в виде художника, а в виде альтернативного, поп-звезда, Рауха, это, по-моему, дым, значит, да, то есть такое отыгрывание, собственно, пытается, ну, тогда, что я такое, да, сравнить себя со своим отцом, которого он не знал, да, который для него был очень важен. Вот это игра с масштабами, игра, художник, все-таки, все равно, в основном, это художник-жиописец, который предсветывает различные пытки и мученищества, которые, там, того и в виде повесится, пытается повеситься на собственном мольберте, видимо, у которого связаны руки, которого коронуют, или в то же время казнят, да, и выставляют к позорному столбу. Вот, но при этом, как, все равно эта деятельность продолжает происходить, это все равно, эти картины, этот пастух продолжает пасти свое стадо, эти самые образы, которые возникают на его холстах. У Рауха есть еще одно замечательное определение, да, того, чем он занимается. Он говорит, что для меня начать писать новую картину, это как войти в полосу тумана. Я не знаю, что меня ждет. Вот это белый холст, это полоса, это как туман, в который надо войти, чтобы пройти и что-то обнаружить на другой стороне. И это, как бы, это очень красиво, это очень сюрреалистический образ, да, но это образ, который немножко сдвигает нас с сюрреализмом, что это все-таки, что все образы уже есть в этом белом холсте, уже есть все образы, надо просто развеять, надо их извлечь из этого тумана, что это не образы личного подсознания художника, что это не его личные воспоминания, что это то, что уже присутствует в любом холсте, в любом холсте присутствуют все образы, их надо только оттуда извлечь, это стадо надо только собрать. И это может быть, как бы, что все-таки Рауха – это такой псевдо-сериалист, что, конечно, все образы, это не его подсознание, это все образы, это подсознание культуры, это подсознание перепутавшихся всех исторических персонажей. Мне работы Рауха еще напоминают с его театральностью, с этими героями, заимствованными, одетыми в костюмы всех возможных эпох, заимствованными из всех возможных сюжетов, с этими перепутанными декорациями. Напоминают проект Томмазо Маринетти, основоположника футуризму, который очень интересовался еще возможностями перформанса и театра. У него был, еще ненавидел театр, потому что, как бы, итальянец-футурист, который хочет разорвать с прошлым, что он должен ненавидеть больше всего оперу итальянскую. И у него был проект, как бы, что искусство будущего, искусство футуризма – это варьете, и что нужно сделать в футуристическом, без традиций, без метро, что нужно сделать в этом варьете? Поставить все оперы одновременно и вкраду все оперы или все трагедии в один вечер в кратком изложении, одновременно, когда все эти персонажи, не знаю, античность всех опер мира, ходят по сцене, сталкиваются с друг другом, абсолютно не понимают, где они оказались и что они должны сделать. И получается, естественно, фарс получается. Получается вот это бурглебовое, как бы. И полотна Рауха, собственно говоря, очень похожи на этот сценарий. Это все персонажи всех мировых полотен, от джоты, и джоты, и немецкий романтизм, и соцреализм, и все что угодно. Это все эти персонажи, которые оказались, как вот это самое стадо, в пространстве одного единственного холста, где они натыкаются друг на друга, где они не знают, что им делать. В каком-то смысле это, как бы, действительно, это коллаж, но это, как бы, это работа, которая сделана по принципу, даже не только коллажа, но по принципу была такая в 60-е годы, в конце 50-х была такая в европейском полупарте жанр деколаж, когда жанр, связанный с работой с афишами, афиши уличные, которые, как известно, во много слоев клеят, и дело художника – это слоями отдирать эти афиши, чтобы из разных слоев складывалась некая история. Вот как бы то, что делает, как мне кажется, Раух, это такой вариант деколажа, то есть это когда слой за слоем снимается сознание, и вот у нас под соцреализмом обнаружился романтизм, под ним обнаружился Джота, а под ним еще что-то обнаружилось, и обнаруживается вот эта самая, как бы, ситуация такого путешествия внутри культурной памяти, путешествия вот такого деколажа, деколаж, который поэтому не совсем попартный, хотя, что такое, там есть заимствование из массовой культуры, но я думаю, что в ситуации там такой социалистического лагеря, где, собственно, не очень присутствует поп-культура, как таковая, вот такая мощная массовая культура, которая в США, условно говоря, существует, что занимает место массовой культуры, что занимает место поп-культура? Место поп-культура занимает школьная классика. В советском мире кто бы там такая вульгаризированная и навязанная классика, да, с чем должны работать, кто главный поп-герой советской культуры? Гоголь и Пушкин, да, кого должны цитировать, и цитируют, да, там, российские постсоветские поп-артисты Шишкина. И вот эта, как бы, работа с этой высокой культурой, историей, которая занимает место поп-культура, да, это то, чем, и таким сюрреализмом, это тоже то, чем занимается Раух, да, когда все это соединилось в некий невероятный, этот калаш и докалаш, вот это сновидение вне времени, в котором, вне географических представлений, где все эти, как бы, где, в какой-то, в котором даже это перестало быть катастрофой, да, это просто ничто не может, ни одно из действий не может завершиться. Это действительно, как бы, ни одна из, ни один из сюжетов не может достичь кульминации развязки, поэтому невозможна трагедия. Все трагедии уже произошли, все уже случилось, все, 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 все существует зацикленное, да, поэтому, как бы, один из, Даниэль Бернбаумза, куратор и критик пишет, когда он пишет о Раухе, вспоминает ниши, вспоминает историю вечного возвращения, что количество элементов в мире конечное, количество их комбинаций тоже конечное, поэтому мир когда-нибудь обречен все время себя повторять через какой-то промежуток времени. Все живописные сюжеты постоянно себя повторяют и обречены друг друга повторять в этом мире, в котором кончилась история, в котором нету большого рассказа, в котором все оказывается в таком, в общем, уже достаточно идейтическом состоянии, да, и поэтому возникают вот эти картинки с такими яркими, как бы раскрашенные, да, с такими яркими цветами, что из этого постисторического или постапокалипсического мира уже впору присылать открытки, да, это вот такие открытки из постапокалипсиса, открытки из мира после истории, Открытки из мира, в котором уже вполне себе уютно можно устроиться, в котором все уже достаточно спокойно, в котором все персонажи вполне мирно уживаются, занимаясь этими своими странными деятельностями, не приводящими никакому результату, где всегда есть художник, чтобы написать эти открытки, у него есть мастерская, у него есть почитатели. И, собственно говоря, это мир, который в своей абсолютной бесцельности обрел своего рода гармонию, обрел своего рода уютность. И мир, в котором выпадение из истории оказывается вариантом пребывания в таком сновиденческом состоянии, оказывается по-своему очень комфортным, по-своему очень уютным, иронически уютным. Следующий наш герой, Адриан Велорохас, также работает с этой историей, с сюжетом про постисторическое время. Для него, для человека, для которого как раз массовая культура была очень важна, как следует, хотя бы с той футболки, которую он носит на этой фотографии, причем для него это деление, я думаю, что он из того поколения, для которого само это деление на массовую культуру и высокую культуру уже наконец перестало быть важным. Понятно, что «Звездные войны» это такое же достижение, это такое же значимое для эпос, как «Одиссея». Это такая же часть мифологии, в которой мы существуем, поэтому он среди своих источников вдохновения называет. И комиксы, и телесериалы, это действительно тот мир, как бы не иерархия, что лучше, что хуже, а это просто все неотменяемо. И то, с чем он работает, это действительно мир после апокалипсиса, мир, каким бы его увидели, там есть абсолютно произнесенная история, которая все время возвращается. Давайте представим, что человечество перестало существовать, что нашу Вселенную, что нашу Землю уже после конца человечества посещают пришельцы. Что они подумают о нашей культуре? Они ничего о нас не знают, никто им не может ничего рассказать. Это как бы постчеловеческий мир с точки зрения пришельца, для которого там айфон, статуя Христа, панцирь черепахи, одинаково непонятные, ничем друг от друга неотличимы. Как эти существа будут, как говорит Виларохас, использовать нашу культуру как ready-made, чтобы на основании ее создать свои смыслы, сгенерировать свои смыслы, найти этим образом, найти совершенно новое, другое значение. Ну, Виларохас занимает скульптом, поэтому он не получил по образованию, он как раз наоборот живописец и рисовальщик, и одним из первых его желаний было заниматься комиксами, рисовать комиксы. В 2004 году он выиграл некий междунациональный аргентинский конкурс для начинающих художников, и по условиям этого конкурса получил мастерскую в своё распоряжение, мастерскую в Буэнос-Айресе, он, собственно, родился в другом городе. И в этой мастерской, вместе со всем, что к ней прилагалось, был некий запас глины, и он впервые стал лепить из глины, и стал лепить из неё, собственно говоря, всё, что он знал. Ему понравился этот материал, с которым он работал впервые, он никогда не учился на скульпторе. И он, собственно, вылепил вот эти самые остатки мира, все свои воспоминания, он там впервые оказался один, до этого никогда не шил один, в этой мастерской, в новом для себя городе, где он стал во всех подробностях лепить, ну, как бы всё, что приходит в голову, лепить некий вот этот самый мир, бесконечный архив воспоминаний. Вот этот самый глиняный архив, с которым он работает, это, собственно, как бы те рисунки, которые он делает до сих пор, он придумывает некий визуальный образ, он не думает руками, он думает образами. И это то, с чем он начинает работать, с глины, которая долгое время была, собственно, именно с глиняных скульптур, глиняных скульптур необожжённых он прославился. Глина – это ещё материал, который также для него связан, это как бы самый древний материал в истории человека, с которым работает человечество. Это материал, связанный с землёй и с почвой, это материал, который для него связан ещё с… у него такая есть постоянная история, что как бы практика. Он в каждом городе, где он выставляется, делает вот такое, не для публики, да, почти незаметное глиняное гнездо птичье, потому что это единственная там аргентинская птица, которая живёт только в Аргентине, является символом этой страны. Это единственная птица, которая делает гнёзда из глины. Вот эти глиняные гнёзда он как бы тайком, абсолютно, но спектакулярным образом размещает в различных… в каждом из городов, в котором он выставляется. Иногда это, может быть, всё его участие в биеннале, да, оставит 70 гнёзд размещенных, непонятно где, которые надо искать. Вот, но в основном это всё-таки достаточно гораздо более монументальная вещь. Одна из первых биеннале, в которой он участвовал, это биеннале, который абсолютно в духе его постапокалипсической мифологии называется, проходит в Ушуае, в самом северной, по-моему, точке, в одном из самых крайних мест планеты, да. Биеннале, который называется «Биеннале края света» или «Биеннале конца света», что одинаково звучит. И он там выстрелил такую огромную глиняную, мою огромную глиняную левиафана, выброшенную в леса. И с этой фигурой левиафана, который там обречён, как бы почему ещё важно, что он работает с необожжённой глиной. Это глина, это скульпторы, которые обречены на исчезновение, это необожжённая глина. Это скульптор, который делает самые монументальные, самые впечатляющие произведения в современном мире, от которых ничего не остаётся, это всё разбирается или уничтожается, или исчезает, естественным образом, по окончании выставки. И вот эти самые обречённые распады, останки другой цивилизации, там «Моя мёртвая семья», «Мой мёртвый прадед», вот такие истории, с которыми он работает, с некими огромными чудищами, левиафанами, которых он помещает в различных внутренностях этого левиафана, которые он размещает в различных городах, с историей памятников, с этой историей монумента, который он делает. А монумент, принадлежащий совершенно другой, неизвестной цивилизации, вот этот монумент Химера, в котором есть и научная фантастика, и роботы, и старинные иконные статуи, и где всё это смешалось, где всё это находится непонятно в каком времени, непонятно в каком измерении, где всё это отсылает в каком-то смысле, да, как тоже он сам в одном из интервью говорит, что это как комната подростков, в которой постеры с роботами соседствуют, роботы соседствуют с динозаврами, что это вот этот мир перемешанной истории, это мир, который отчасти, это мир машинерии, но машинерии архаической, сделанной из глины, мир, который как бы скульптура, которая не скульптура, потому что это скорее пространство, в котором должен оказаться зритель, пространство, в которое тебя включают в себя, пространство тоже с этой самой деятельностью, без назначения машины, глиняные машины, которые непонятно, как устроены, непонятно, как действуют. И одна из самых его, собственно говоря, прославилась по-настоящему в 2011 году, когда он представлял Аргентину на Венецианской биеннале. Тогда у Аргентины появляется павильон, собственный национальный павильон, который находится в арсенале. И именно этот павильон Рохос превращает в такой невероятный мир архаический и футуристический одновременно, мир руин будущего, инопланетного, будущего человеческой цивилизации. Через много миллионов лет, пусть так эта цивилизация прекратила свое существование, ее нашли Элли, ее нашли пришельцы, ее нашли Эллины. Интересно, как бы занятным образом для меня Рохос и своей монументальностью, и своей историей пересекается с Робертом Смитсоном, американским ланд-артистом, работавшим в 70-е годы. Помните, у нас был создававший спиральную дамбу, огромную ланд-артную скульптуру в Америке в Великом Соленом озере, работавшим с понятием антропии и мыслившим свои произведения, как некие памятники другой неизвестной нам цивилизации. Вот такая огромная насыпанная спиральная дамба, про которую не понятно, зачем ее построили, кто ее построил, построили ее человеческие существа, построили ее пришельцы. И для Смитсона это было не фигуративное, это ланд-арт, это то, что выглядит как следы другой цивилизации, это то, что нас сталкивает с этой возможностью другой цивилизации. Рохос точно так же работает, наверное, с представлением об антропии, с представлением о конце цивилизации, но он показывает, как наша цивилизация будет выглядеть с точки зрения другой цивилизации. То есть он вторжает от столкновения цивилизации, показывается по-другому. Поэтому это фигуративная скульптура, поэтому это то, что вроде бы отсылает ко всей человеческой культуре, от Египта и до звездных войн. Но то, как она увидится через много-много миллионов лет другой цивилизации, когда все это спрессуется воедино. И, конечно, это прежде всего опыт пространственный. И, может быть, такая самая его грандиозная история, именно про конец, про такой апокалипсис, это проект, который он делает для сада Тюэль-Ливи в Париже, около Лувра, где он помещает вот такой вот огромный обелиск, поваленный, который лежит в этих садах, и который перекликается к некому конец цивилизации, который, надо вспомнить, перекликается, что на другом конце, что этот сад Тюэль-Ливи выходит к площади Согласия, на которой стоит египетский обелиск, привезенный Наполеоном, как знак победы над историей победы, над пространством победы, над временем, такой авторитарный. И рифмой ему лежит вот этот обелиск, такой же далекой, еще менее понятной цивилизации, чем Египет, чем египетский обелиск посреди Парижа, но обелиск поверженный, обелиск, который, как бы, вот эта история тоже завершилась, никакой, это обелиск, который, как и у Смитцина, это обелиск, который не на века, а против веков, который демонстрирует то, что время нельзя победить, что история не существует, что, как бы, история не запоминается. И вот эти самые удивительные, что он делает машины, он делает механизмы из необожженной глины, он делает механизмы, которые окаменели, которые превратились в ископаемые, которые тоже оказались подвержены воздействию времени, и которые, так же, как и любая окаменелость, оказались лишены своей функции, оказались вынуты из своей функциональности. Это игра с масштабами, потому что, конечно, у него колоссальное чувство масштаба, ну, и такая самая очевидная, да, до моего рождения, когда весь мир был больше в два раза, очень такая самая очевидная, самая простая для него инсталляция. Вот, и, но при этом, конечно, опять-таки, то, с чем он работает, это предельно нарративная история, это повествование, повествовательная история, одна из самых его, там, это его работа на документе, может быть, самая масштабная из его произведений, сделанная для выставки документов Касселя, за занявшие пространство в городе, которое негода до этого не использовалось, и которое он сам нашел в городе, это террасные сады, на которых были виноградники, которые потом там как-то частные, да, потом это пространство было закрыто, и, собственно говоря, только с инсталляции Рохоса это пространство снова стало открыто для посещения, да, среди города какие-то непонятные террасные сады, и на нескольких уровнях в этих террасах размещены объекты, которые кажутся следами самых разных, неких разных цивилизаций, там три уровня, и сам Рохос говорит, что эти три уровня выстроены, как три уровня в компьютерной игре, на каждом уровне оказывается какая-то другая история, и один из этих уровней, это скульптура, это не, там, один из этих уровней фигуративный, это человеческие фигуры, это фигуры животных, другое, это вот эти вот глиняные колокола, которые напоминают китайские, да, европейские, как бы разных традиций, это такие странные приборы и механизмы, которые напоминают, знаете, в Индии такие обсерватории были средневековые, совершенно футуристического вида, да, это, как бы, и это некие абстрактные формы, которые сам Рохос говорит, что это же окаменевшая идея, окаменевшие абстрактные представления, то человек, как бы, что человек привык сводить к природу, да, к квадрату кругу, к треугольнику, но сами эти абстрактные понятия, которые казались вневременными, сами эти идеи, там, что такое, чистая абстракция, сами они могут окаменеть, сами они могут стать ископаемым, сами они могут стать достоянием времени, и потом из этого уровня, там, механизмов абстрактных идей, еще один уровень, это уровень вот этих вот фигуративных скульптур, очень человеческий рост, неожиданно тактильных, на которые ты в какой-то момент выходишь, в какой-то момент спускаешься. Это достаточно огромное пространство, где важно не только сами эти скульптуры, а важно то, как ты их проходишь, сколько времени у тебя занимает осмотреть эту инсталляцию, что ты можешь там найти, что ты там не можешь найти. Сам художник говорит, что он сделал что-то вроде фильма, что это своего рода фильм, построенный из скульптур, из глины, и из того времени, которое даже не из того пространства, которое занимают эти скульптуры, а из того времени, которое требуется зрителю, чтобы обойти все это пространство. То есть как и кино или музыка, это одно из немногих произведений визуального искусства, которое работает с временным измерением, которое разворачивается во времени, и которое даже пришлось монтировать, вырезая оттуда лишние куски, вырезая не потому, что эти скульптуры не вписывались туда визуально, потому что они занимались слишком много времени, но при этом там оставались лакуны, оставалось что-то, что нужно еще куда-то пойти, где вроде бы нету. Уже заканчивается эта инсталляция, обнаружить там что-то еще, и Рохус, когда он рассказывает, как он это делал, приводит примеры с практики звукозаписи, вот здесь такое, как бы, понятие тайный трек, на диске у тебя есть компакт-диск, отыграл весь альбом, потом записаны 10 минут тишины, потом ты обнаруживаешь еще одну песню, еще один трек, которого нету в списке песен, если ты дослушал, ты можешь тему, или если ты о нем знаешь, ты можешь его обнаружить, но в принципе это скрытый трек, скрытая запись. И точно так же могут быть скрытые записи в этой инсталляции, точно так же в тех масштабных работах, с которыми он работает, могут быть вот эти самые скрытые треки, могут быть как в сериале, где помимо телевизионных эпизодов есть эпизоды, примечания снят, которые появляются только в интернете, и вот совсем эти многоразнообразные, это тоже, опять-таки, пример, который приводит Сам Рохус, то есть это как бы некие способы другого рассказа, другого рассказа, таким вот, как бы, скрытым, таким вариантом этой инсталляции, был продолжением инсталляции в Касселе, была инсталляция, которую он сделал в Кабуле, потому что с некоторых пор документы пытаются работать сразу на нескольких площадках, и в 11-м году, помимо Касселя, где она всегда проходит, это был еще Кабул, и в этом Кабуле он делает вот такую огромную, опять-таки, глиняную стену, которая вся оказывается партой, что это все нужно для того, чтобы оттуда торчала парта, стол, на который можно подойти, писать и рисовать на нем. И вот это огромное, собственно, кино, сделанное из глины, повествование, сделанное из глины, повествование, которое... Все эпизоды, которые невозможно посмотреть, все время есть подозрение, что есть какой-то скрытый эпизод, что есть скрытый трек, который ты и не узнал. Это тот формат, совершенно новый формат, даже не скульптура, не инсталляция, с которым работает Рохос. Сегодня мы перезагрузим планету, инсталляцию, которую он сделал в Лондоне для галереи, для выставочного зала «Серпентай», представляющая собой вот такое вот действительно колоссальное... Внутри пространства выстроено еще одно пространство, напоминающее то ли какую-то пирамиду, хранилище, лабораторию, огромная, 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 такая нечеловеческая архитектура, которая при этом поддерживает вот такой огромный слон, глиняный, как атлант, который подпирает эти все стены. И внутри этого всего обнаруживается парник или лаборатория, или хранилище все одновременно, со всеми возможными остатками человеческой цивилизации, сделанными из глины, всеми возможными образами, которые там происходят. Рохос работает с ассистентами, то есть это у него своя команда, с которой он постоянно путешествует, которую он сам называет «бродячим театром». Он дает им эскизы, это импровизация, это не исполнители, это действительно некая труппа, с которой он путешествует, поэтому там все время есть этот элемент общения, элемент непредсказуемости того, что там может появиться. И здесь вот это огромное хранилище всех возможных остатков и обломков. Одной из главных фигур в этом хранилище было вот такой вот глиняный рассыпающийся глиняно-окаменевший Курст Кобейн статуя Курста Кобейна, статуя с этой бутылкой из-под воды, статуя, которая была размещена таким образом, как если бы ее пытались оживить, пытались эту окаменелость вернуть к жизни. И, собственно говоря, что происходило в этой инсталляции, там помимо этих глиняных черепков, этих обломков, из которых она состоит, это зеленые ростки, это желание вырастить что-то, прорастить картошку, опять вернуть жизнь в эту окаменелость, перезапустить планету, дать ей снова жизнь, то, чем, собственно говоря, по этому сюжету занимаются, видимо, те самые неизвестные, неизвестная новая, другая раса, другая цивилизация, которая находит нашу планету и пытается опять вернуть ей жизнь, оживить этот набор, эти руины, оживить эти обломки, оживить вот эти все циклопические руины, собственно говоря, которые представляет Рохас, создавая скульптуры со смещенным масштабом, создавая огромное пространство, в которых мы не очень понимаем, соизмеримы они нам или нет, когда в этом самом огромном амфитеатре обнаруживаются кулисы то ли с машинерией, которые каким-то образом поддерживают существование этого пространства, то ли с теми обломками, с тем мусором, который убрали за кулисы, с тем строительным мусором, который остался от его создания, как бы с этой самой обреченностью этого всего. Глина на протяжении многих лет, вот эта самая глина, причем глина, опять-таки, не обожженная, которая обречена на разрушение, была любимым материалом Рохаса, он еще немножко с ней работает, вот такая вот скульптурная для частной галереи, лондонская инсталляция со спящим Давидом, тоже обреченным на исчезновение. Но в этой инсталляции появляется еще один элемент, появляется пол, в который тоже был специально сделан, как часть этой выставки, пол, в который вмонтировано огромное количество всяких листьев, сухих, да, вот этих всех останков. И вот с этим, как бы, органическим мусором, органическими останками Рохас начинает работать с 2014 года, создавая, как бы, вот эти ради-мейды, работая с органикой, такая инсталляция, которую он делает для выставочного зала в Мехико, где с такой, как бы, с пляжем, да, органического, неорганического, с коллекцией этих всех предметов, ради-мейдов, вот с этой самой, как раз с этим ощущением, как увидят наш мир другая, абсолютно другие существа, которые не будут знать, чем тыква отличается от кроссовка, да, что из этого, которым понадобится время, чтобы разобраться, что из этого рукотворное, что из этого природное. И вот эти коллекции, да, всяких, как бы, коллекции остатков земной жизни, которые превращаются в игрушки для, или в сувениры для вот этих самых, других существ, Рохос работает в последнее время, такая выставка для музеев Стокгольма, да, тоже самыми, разными останками, да, удивительно красивыми. И еще один проект, где как раз эта глина сочиняется, сочетается с этими остатками, с которыми, как бы, сюжет, с которыми он делает несколько выставок. Первый проект, который мы смотрим, это проект, сделанный для парка, Скайлайн в Нью-Йорке, парк, который расположен на заброшенном виадоке, заброшенной линии метро, на котором сделали парк со скульптурами. И вот среди этого парка, который, парк, который как современного парка полагается, выглядит скорее, как что-то заро, как пустырь, чем как парк, парк из сорняков, да, такая, вот. И там стоят вот эти самые кубы, глиняные слоями, археологическими, содержащие различные останки человеческой цивилизации. По этому же принципу сделана скульптура, да, или инсталляция для музея Луи Ваэтона в Париже. И такая вот огромная инсталляция, которую он сделал для Биеннале, где это достигло апогея, сделал для Биеннале в Чадже с целыми колоннами, да, в которые абсолютно там все, что возможно вмонтировано. Это органические элементы, элементы, которые, как любая органика, еще разлагаются и пахнут, да. Это там овощи, фрукты, плоды, цветы, мертвые птицы, рыбины, и вот эти окрашенные слои глины, слои, в которых есть еще удивительные, которые мне еще напоминают, да, обрезы книг старых, вот эти огромные книги с разноцветными страницами, знаете, где, и где это все оказывается книгами, это все оказывается какими-то огромными глиняными книгами, потому что глина это все-таки еще и материал первых памятников письменности. Книга, в которых как закладки, да, как цветы заложенные между страницами остаются вот эти все как бы гниющие, разлагающиеся, рассыхающиеся элементы органического мира земного. Вот, и с той же самой органикой, с мусором, да, с этим ссором, Рохас работал для своей, для инсталляции, которую он делал в Биеннале, в Стамбуле, работа, которая на этой теме этой Биеннале была сформулирована как «Соленая вода», то есть, собственно говоря, море, на котором был Босфор, и работа Рохаса была, наверное, самой запоминающейся из всей Биеннале, при этом она находилась не совсем в самом городе, это острова, в принципе, острова, куда надо час примерно где-то плыть от Стамбула, вот, и это такой совершенно прекрасный заброшенный остров, и тоже выбор места был абсолютно выбор самого художника, остров, дач, да, и вилл разрушающихся, где в одном из мест находится абсолютно в развалинах находящийся дом Троцкого, который жил в изгнании в Стамбуле, дом, руина дома, находящаяся в огромном, заросшем сорняками парке, и чтобы увидеть эту работу, надо пройти весь этот остров, пройти через этот парк, выйти, там, безособых, где не особо прокладывали дорожки, выйти к морю и увидеть, как на этом море стоят вот эти вот огромные фигуры, сделанные на этот раз не из глины, а из стеклопластика, покрытые почти повторяющими их фигурами, да, вот эти самые там, химерами, сделанными из мусора, который специально для этой инсталляции вылавливали в море, вылавливали в Босфоре, да, как намытый мусор, который, налипший на корабли. И, конечно, это ковчег, да, это вот эти самые потерпевшие крушения, но и в ковчег, обитатели, которые выходят на берег, как символ, там, эмиграции, путешествия, идут к этому самому заброшенному дому изгнанника. У Рохоса тоже было довольно забавно, например, что это ковчег в исполнении Диснея, который идет навстречу Троцкому, да, что это такое, действительно, сумасшедшая, сумасшедшая психоделическая версия Диснея, но, так или иначе, это действительно, там, дух захватывало от этого всего, от этого мусора, от того, как прорастает эта органика, покрывая эти белые скульптуры, и, как бы, что с ними происходит, и как это выглядит, и как все это читается внутри этого. Действительно, как бы, то, что он делает, это действительно химера, это действительно, скорее, уже не скульптура, а именно, что статуя, да, статуя со всей их мифологии, что в статуе должно быть нечто чудовищное, да, что статуя это всегда довольно жуткое, да, что-то, а невозможно, не за пределами воображения, что-то, что играет с нашим страхом перед тем, что живое может, окаменеть, да, окаменевшее может ожить, и они все в разных стадиях оживания, да, или окаменение, что из них выступает, что из этого живое, что из этого неживое, как то, что живое тоже, в свою очередь, превращается, оказывается бренным, да, а то, что бренные тоже окаменевают в свою очередь, вот это невероятно, вот это действительно потерпевшее крушение Ноев-Ковчегу, этого берега, этого заброшенного парка, одна из самых мощных работ этой стамбульской биеннале, может, одна из самых сильных, мощных работ в такой же скульптуре нынешнего XXI века. Вот какая-то консультация с этим видом. И при этом, как я уже говорила, удивительный, достаточно жуткий, завораживающий момент в творчестве Рохоса, что это художник, именно художник биеннальный, потому что ни одно из его произведений не сделано как долговечные, они все распадаются, они все обречены развалиться рано или поздно, никакого интереса для музеев, никакого интереса для коллекционеров. И более того, элементы его предыдущих инсталляций интегрируются в новые инсталляции, поэтому часть стамбульских работ вместе с булыжниками, которые были привезены из Стамбула, стали основой для его новой инсталляции в Турине, которая называется «Ренессанс». И это такое, как бы, тоже по определению. Это уже найденные предметы, это настоящие булыжники. Сам Рохос определяет эту инсталляцию, что это японский сад камней на стероидах, истерически разросшийся, с огромными вот этими турецкими булыжниками, кусками фруктов, органикой, и с тем интересом, который был, как перевести этот булыжник, что само путешествие этих камней из Стамбула в Турин, это тоже часть этого проекта, часть этого перформанса. То есть на них остаются какие-то пауки, выползли из них, какая-то жизнь, которая к этому прицепилась. И на этих камнях расположены вот такие вот невероятно красивые татюрморты, как бы, из всякой органики, но на татюрморты, которые разлагаются, и которые гниют, пока идет выставка с мертвыми птицами. Вот это вот такая гниющая, распадающаяся красота, обреченная на исчезновение, обреченная, как бы, на брены, показывающая саму эту историю бренности, показывающая то, что не включено в фотографии, что, как бы, есть эти фотографии, с тот момент, когда ты видишь вживую эти великолепные скульптуры. Но две истории, с которыми, собственно говоря, очень важны для художника. Обречены остаться за пределами этого повествования. Одна история – это, собственно говоря, разрушение время, а другая история – это сотрудничество. Это то, что это сделано вот этими самыми постоянными сотрудниками, что это общение, что это некое коллективное творчество. Общение, вот это присутствие людей живое – это то, что остается за пределами работы. Ход времени – это тоже то, что остается невидимым для зрителя. Это то, как увидят мир после конца человечества, как увидят мир другие существа, пришельцы. Они не увидят ход времени, и они не увидят присутствие людей общения. Поэтому вот эта любая выставка, которую ты видишь, это вот этот самый мир с точки зрения остатки человеческой цивилизации, с точки зрения пришельцев. Но, конечно, это тоже история про конец истории, про конец большого рассказа. Но, как ни странно, наверное, у Рохоса этот рассказ все-таки еще возможен, потому что, собственно говоря, если у Рауха в его мире все замерло, и все обречено повторять самое себя, у Рохоса сами его скульптуры все-таки включены во время, потому что они бренные. Время по-прежнему идет, история по-прежнему происходит, и, возможно, начать что-то новое, потому что это распадется однажды. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...